Ну, отлично. Я считаю, что на этих выборах у вас будет простые два выбора. Либо вы за деньги ищете врача и слушаете, что вам говорят. Либо вы говорите, да горе, оно все пропадом. Как это, умереть молодым. Да, ну, если кто-то думает, что Лондон защищает своих, ну, тех, кто с ними, то я тебя расстрою. Лондон характеризуется одним. Никогда не защищай тех, кто открывал тебе дверь в крепость, в которую зашли твои пираты. Вот Украина после войны, это будет более страшный период, чем страна во время войны. Аминь. Аминь, мой друг. Об этом пишут все учебники, написанные со времен Вавилона. Независимо от того, победил ты или проиграл, не зависит. Всегда после войны приходит внутренняя война. Всегда. Ну, было дело. 25 числа, 25 июля. Я трошки посмеялся, когда все рассказывали про Крымский мост. Я написал, друзья мои, какой мост, согласно математике, в Бабах должен быть либо в Севастополе, либо в Новороссийске, что одинаково. Потому что гештальт 2.0, так называемый, он неизбежен. И все будет идти по сценарию именно этому. Соответственно, необходимо событие в Черном море. Но это еще не... Это начало событий. Далее пойдет. Потому что это только первое. Ну, то есть стартовое. Основные события, они будут развиваться уже где-то с 10 августа. Ну, и далее по конец сентября. В октябре это уже будет хвост кометы. Ну, так меньше, да. Но основное будет тогда. Причем пики будут идти сперва в Черном море. Вот то, что произошло в Новороссийске, это просто, ну, грубо говоря, знаки и символы. То есть понятно, что один корабль ни на что не влияет. Понятно, что, ну, как мы так, болезненный удар. Особенно психологически болезненный. Уничтоженный, ничего не случилось. А потом появился на бочку лежащий корабль. К чему веду? К коню понятно, что одним таким или даже 10 таких ударов совершенно никак не решают задачу возврата Крыма. Но они решают другую задачу. Они решают задачу эскалации Черного моря. И они решают задачу старта Гештальта 2.0. Как-то это совпало одновременно. Совершенно случайно. Все совпадения случайны. Вышло вчера ночью, ну, у нас ночью в США днем, в Вашингтон-Пост вышла статья о том, что у нас начался третий этап контрнаступления. Заметьте, все этапы контрнаступления, включая и его начало, озвучиваются именно в американской прессе. После чего выходят наши и говорят, что это все неправда. Но, тем не менее, так уже повелось. Чисто случайно. По стечениям стоят. Да. 4 июля американская пресса объявила о том, точнее нет, объявили они 6 или 7, о том, что 4 июля началось контрнаступление. Наши чуть-чуть прозрели, конечно. Но раз началось, и об этом написала американская пресса, значит началось. Оно развивалось без авиации, без ничего. Потом каким-то образом откуда-то, очень так между прочим, появилась инфа о втором этапе наступления, что вызвало неоднозначную реакцию. А вот сегодня ночью вышла третья фаза. Решающая третья фаза, которая удивительным образом совпала с происходящим в Новороссийске. И все это совпало с той математикой, которую мы с вами разбирали в эфире. Значит, идем ли мы на Гешталь-2? Уже давно никто никуда не идет, независимо от того, что пишет американская пресса. Им нужно быстрее сделать Иловайск, у них выборы. Я вам напомню, 23-го, если я не ошибаюсь, за один день до нашей независимости, 23-го числа, у них начинается праймерис, первая праймерис, где? У республиканцев. И это будут очень важные знаковые события. Короче, начинается избирательная кампания 23-го числа, ну в этих вот 20-х числах. А что-то не начинать избирательную кампанию накануне Дня независимости Украины. Ого, дружище, а теперь самое важное. Я не буду ходить дебри и так далее, поскольку времени мало. Я просто вам скажу глобальную математику. То есть, откуда я это все беру и так далее. Откуда беру, не скажу, но в глобальной математике я вам скажу. В глобальной математике происходит глобальная война глобалистов одного дома глобалистов с другим домом глобалистов, который живет в Штатах. Первый дом. Знаете, как никто так не ругается, как дети одно семя. Что бы мне там ни говорили про этих Ротшильдов, Рокфеллеров и так далее. Все это правда, да, все хорошо. Только у них у всех есть дома. Американские, французские, лондонские и так далее. Никто так не воюет, как дети одно семя. Байден является просто завесой. Просто банальной завесой. Вы что-нибудь про Камалу слышали? Часто слышите про Камалу? А зачем? Действительно. Да. Это завеса. Вот эти вот товарищи глобалисты, о которых мы так много говорили, которые захватили США с помощью печенек, печенек, довели ситуацию до того, что проснулось глубинное государство в лице Киссинджера. Потому что уже на карте стоит будущее глубинного американского государства. Если вы думаете, что саросята захватывают только Украину, то это следствие. Первая серия была в США. Так вот, друзья мои. Один дом глобалистов пытается захватить всех. И лондонский дом глобалистов категорически против. Началось это тогда с визита кое-кого в штаб-квартиру Мишель. Потом Чаплыга рассказывал вам про ситуацию с Очаковым и так далее. Потом началось то, что началось. И закончится оно. Так же, как это было все описано. Что происходит? Наша задача была глобальной. То есть глобально вот то, что вы наблюдаете, это не то, что вы видите. Глобально идет война лондонского дома с байденским домом. Ну, точнее, теми, кто сидит под ним. Понимаете? Глубинное государство уже давно с помощью товарища Киссинджера порешало вопросы с КНР. И те просто ждут падения. Что мы должны были выполнить? Наша функция простая. Если вы зайдете в гугль и введете цитату «задний двор России», вы будете удивлены, эта цитата принадлежит Британии. Они не скрывают, что с точки зрения Британии Украина в глобальной геостратегической позиции является «задним двором России». Горит Украина – горит «задний двор России». У них свои разборки. Это первое. Второе. Для России мы уже давно дистанция. Понятно. Наша задача какая теперь? Наша задача – пристегнуть к горящему поезду Байдена и не дать ему с него спрыгнуть, привязав его выборы к событиям, происходящим в Украине. То есть, по сути, стать, ну, грубо говоря, снарядом, который обязан взорваться в теле назначенной жертвы. Вот. А что же делает Британия? А Британия взрывает этот снаряд. Вот, собственно говоря, глобально что происходит. И мы эту функцию выполняем. Наша задача – не дать Байдену отстегнуться от нашего горящего поезда. Русские это тоже понимают. И это, к сожалению, выгодно сейчас и русским, это выгодно британским, это выгодно глубинному государству США, и это выгодно Китаю. Ну, а теперь можем поговорить и обо всех остальных конференциях. Ага, то есть, теперь слова Чаплайги оказались пророческими, да, про очаков. Ясно. Да многое чего будет пророческим. Знаете, как я сказал, и произойдут события, и многие уверуют. Поздно, конечно, будет. Но никогда не поздно, скажем так, да. Так вот, пока вы еще не уверовали. Все то, что я говорю, оно случается. Так почему-то повелось. И глобально уже все это расписано. Не потому, что вопрос в нас, а потому, что уже отведены роли. Отведены, ну, отведены, или как там правильно, роли. Все уже давно расписано. Глобально, что будет сейчас происходить? Саммит у саудитов. Это важный этап. Это, ну, кто-то ждет от этого саммита каких-то. Ну, саммит, значит, ну, что-то должно быть. Я бы, честно говоря, тут согласился с позицией США о том, что ждать от этого саммита особо ничего не нужно. Почему? Потому что он эффективно рабочий. Скажу так. Я всегда был на определенных вторых ролях в центральных офисах и очень главных, так сказать, институциях. Смотри, есть формула Зеленского, да. То есть, вот формула мира Зеленского. Она, по сути, звучит как капитуляция России. И это правильно. Знаешь, хочешь получить 50 гривен, попроси 100. Ну, то есть, грубо говоря, да. Что будет происходить там? То есть, по сути, это будет очень важная рабочая веха. Знаешь, какое-то рабочее совещание перед тем, как пройдет уже большая там церемониальная штука. И там нужно будет взять, что хорошо, там берут за основу то, что предложил Зеленский и дотачивают именно это. России там не будет. Но, что важно, там будет Китай, скорее всего. А теперь я скажу очень тяжелые вещи. Но очень понятные всем тем, кто наблюдал за тем, что происходило на Азовстале. Войны заканчиваются и начинаются не на фронте, а в маленькой, заскорузлой бухгалтерии, где вы просчитываете деньги на войну. Они заканчиваются и заканчиваются в тылу. Они начинаются и заканчиваются в госпитале. Почему? Потому что, когда ты идешь на войну, и у тебя есть 100 гривен, то 100 гривен ты должен что сделать? Потратить на фронт. Неизбежно через какой-то период времени у тебя из 100 бойцов, на которых ты потратил, 50 будут ранены в госпиталях, 50 останутся на фронте, а еще 50 тебе нужно набрать новыми и отправить на фронт. У тебя было 100 гривен, и 100% шло на фронт. С течением времени тебе нужно поделить их пополам и 50 отдать в госпиталь, 50 оставить на фронте. Итого у тебя уже 50 бойцов на фронте и 50 гривен туда, а еще 50 новых тебе нужно отправить, при том, что на фронт у тебя уже в два раза меньше денег, но в два раза больше людей нужно отправить. Итого разница в 4 раза. Понял? Разница в 4 раза означает переход точки невозврата, которую мы с тобой много раз после ноября, а потом в феврале, акцентировали, что мы прошли точку невозврата по математике в январе. Это когда, очень важный момент запомните сейчас, если, вот остановитесь на секунду и подумайте, просто расслабьтесь, просто расслабьтесь, и через 5 минут медитации сами себе расскажите первые минуты жизни страны в момент установления мира. На любых раскладах. Мы взяли Крым, мы не взяли Крым. Это не важно. Отсекли. Момент установления мира. И вы начнете понимать, вы начнете понимать демографическую структуру и просто пропасть. Вы начнете понимать долговую структуру и просто пропасть. Вы начнете понимать экономическую структуру, ее отсутствие, то есть ноль. Вы начнете понимать госпиталя, медицину, образование. вы начнете понимать следующее, что если во время войны вы могли молча отжать автопарк, здание, стройку, ГОК, бизнес, квартиры, все что угодно отжималось по всей стране по беспредельному способу, гостиницы, батальонами целыми, которые на фронт отказывались идти и так далее. И вдруг в один момент это все всплыло. Вы понимаете, что будет? Скажите, пожалуйста, а ваши предприятия приспособлены к тому, чтобы на них работали без руки и без ноги? А ваши дома приспособлены к этому? А транспорт приспособлен к этому? Вы не поверите, что начнется. Война покажется детским садом. Мы прошли точку невозврата. Точка невозврата – это когда до нее, когда я говорил ноябрь, Минск-2 тогда был. Ну, условно, Стамбул-2. У нас было от ноября еще до января было время, когда затраты на все были ниже бонусов, которые получались в случае. А сейчас наоборот. Теперь ситуация войны является более выгодной для страны с точки зрения жизни и существования, чем ситуация мира. Вы это еще не осознали. Потому что ты весь, ты мобилизирован, тебя собрали, ты готов, ты идешь, тебя тысячи. Ты чувствуешь опьянение от того, что ты можешь все. Но в какой-то момент закончились патроны, закончились госпитали, закончились тыл, деньги, организация и так далее. И вариантов нет. Что происходит с твоим порывом? Энергия, энергия движет людьми. Энергия. Если, грубо говоря, летит камень, да, если камень сталкивается с землей, то кинетическая энергия разрушает его, нагревает и так далее. То есть переход одного вида энергии в другую, понимаешь? И если у тебя все это было сфокусировано, вот как сейчас первый этап, второй, третий этап наступления, взрывы в Новороссийске, Черное море, там рыжие лисички нашли спички, море синий зажгли. Как-то задний двор горит, хорошо горит. Понимаешь? Так вот, когда вы разгоняете объект МВ квадрат, деленное на два, кинетическая энергия, когда вы его разгоняете, а потом резко его тормозите, кинетическая энергия переходит в другие формы энергии, тепловые, например. Понимаете? Когда останавливается процесс, куда канализируется ваш порыв? Хорошо, первые минуты войны, демобилизация, ну и так далее. Что? Что дальше? После демобилизации человек, получавший 100-130 тысяч гривен, что он получает? А где он будет работать? А коллега, который не может оформить инвалидность, а? И многое другое. Это первые минуты остановки войны. Понимаете? А оно неизбежно так происходит, потому что война – это всегда тыл и деньги. Запомните вы это. Вот что будет происходить. Поэтому, мои друзья, то, что будет происходить трансформация – это однозначно. А что нужно сделать в момент трансформации? Необходимо быстро перехватить систему управления. Вы что думаете? Что все такие тупые не понимают, что делают штаты? Игра Лондона против Байдена абсолютно очевидна. Точнее, не против Байдена. Байден – это фишка. Абсолютно очевидна. Причем явно снарядом выступаем мы. Это же тоже абсолютно очевидно. Вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что наши элиты руками Лондона играют против штатов. Или вы думаете, что Байден такой тупой? Или вот те, кто стоят за ним, не понимают, что мы его пристегиваем к горящему поезду? Понимают. Ну и что, не понимают, что это как мздец? Понимают. А что они будут делать? Они будут пытаться срезать и сбить наши элиты. А что будут делать наши элиты? Под зонтиком Британии. Они будут, естественно, делать перехват настолько, вот эти выборы во время войны, хоть в ДИИ, да хоть на заборе, блин, понимаешь? Потому что иначе не выскочить из этого всего. И плевать на то, что подумает общественное мнение или международная общественность. Именно поэтому моя математика показала, когда начинается старт избирательной кампании внутри партии США, а начнется в 20-х числах августа, возрастает пик с 20-х числа августа по 10-е числа сентября, пик опасности для Зеленского лично. Это не обязательно что-то физическое. Не обязательно. Это может быть политическое. Могут всплыть какие-то документы. Могут всплыть что угодно. Причем это может всплыть изнутри. Потому что, понимаешь, в чем дело? Потому что, когда царь на коне, вокруг него вся эта пехота всех этих потураевых, всех этих ткаченок, Даниловых и так далее. А когда люди понимают, что уже все, вот это окружение, они первыми понесут тело дряхлеющего царя в качестве заклания и подарка новым хозяевам. Пойми, если кто-то думает, что Лондон защищает своих, ну тех, кто с ними, то я тебя расстрою. Лондон характеризуется одним. Никогда не защищай тех, кто открывал тебе дверь в крепость, в которую зашли твои пираты. Запомните. С любыми можно работать, но не с Лондоном. Даже США и те после Афганистана и так далее все равно своих вытягивали. Вот в чем трагизм этой всей картины. А теперь мне скажут, Миша, блин, ну ты мастер апокалипсиса, что делать? Это математика. Вы хотите, чтобы я вышел и сказал, что это все неправда, что 2 плюс 2 равно 5? Я не могу этого сказать. Не могу. Все-таки она вертится. Извините. Понимаешь? Когда, знаешь, я вот такой шуточный диалог выдал, ну условно, Михаил, блин, а что нам делать, значит, это самое? Мы хотим жрать сладкое. Выходит Михаил, говорит, не жрите сладкое, страшное будет, кариес к вам ночью придет, пожрет ваши зубы, боли, боли будут вас мучить и так далее. И тут выходит и говорит, Михаил, нет, ну морда у тебя какая-то апокалиптическая, денег тебе не дадут, иди учись у арестующего. Значит, сейчас тебе все расскажу. В общем, короче, плохой ты кандидат. Проходит время, боли мучают их, и зубов нету, как у меня, и все выпадает, понимаешь? Приходит Михаил, говорит, Михаил, расскажи нам, что делать. Михаил такой выходит, говорит, ну что я вам скажу? Своих зубов у вас уже не будет. Теперь у вас есть два варианта. Вы платите деньги врачам, понятно? Свои деньги платите врачам, дорого. Это первое. Вам делают искусственные фарфоровые. Хоть как-то жить сможете, понимаете? Либо, если вы прошли точку невозврата, то зачем вам эти зубы? Продолжайте жрать и бухать. В конце концов, все равно уже умерли. Какая разница? Без зубов вы жрать не сможете, без жертвы вы умрете. Говорят, о, Михаил еще с большим апокалиптом пришел. Нет, так ты выборы не будешь выиграть. Я говорю, ну что, пацаны, ну отлично, я считаю, что на этих выборах у вас будет простые два выбора. Либо вы за деньги ищете врача и слушаете, что вам говорят. Либо вы говорите, да гори, оно все пропадом. Как это, умереть молодым, да? Ну, живи молодым, умри молодым. И ты ларчик, затем другой ларчик и начинаю догоняться, да? Живи и умри молодым. Вот и весь выбор будет. Одни пойдут, плевать уже все равно будущего нет. Живи и умри молодым. Пусть недолго, но красиво. И те, кто скажут, да хер с вами сбросимся, найдем деньги на врача и будем делать так, как надо. Пусть с фарфоровыми, но зато живыми и красивыми. По крайней мере беленькие. О, вот выбор, который будет у вас в декабре из двух. Аминь, мой друг, аминь. И уверуют те, у кого остался еще разум и сердце. Когда я говорил, что Украина была расписана еще до 91-го года, вы мне не верили. Когда я тыкал вас и многих в Конституцию и спрашивал, что ж тогда записано в переходных положениях, почему Крым не область, а ААР Крым. Они меня смотрели с такими пустыми глазами. Говорили, Михаил, на что ты намекаешь? Я говорю, намекаю на то, что США и Россия поделили Украину еще до 91-го года. И единственное условие, при котором оно могло лететь, это вечная вера и мудрость нашей декларации о независимости. Или вы думаете, что отцы-основатели Украины, которые это принимали и потом голосовали в Конституцию, были тупыми зелеными детьми в кедах? Они знали больше. Есть хорошая книга Михаила Дмитриевича Сироты «Царство ему небесное» и моего учителя. Он же папа Конституции. Наверное, это самая ценная книга в моей жизни. Он писал ее, посвятил своему внуку. Подписал и мне, и я хочу соответствовать тому, той подписи, которую он оставил в этой книге для меня. Почитайте. Называется «Украина на межи тысячелетий». Это очень важная книга. Книга о будущем Украины. Она не толстая. Это размышления отца-основателя о том, как мы должны действовать и что делать. Это круче пророчества Мечая. Поверьте. И пусть каждый попробует ее найти в библиотеке. Мы много объездили с ним в библиотеках, оставляли ее. Ее можно найти. «Украина на межи нового тысячелетия». Михаил Дмитриевич Сирота. Почитайте ее. Для вас это будет очень важно. И это будет мне приятно. Памяти того, кто создавал Украину своими руками. То, что говорят сейчас США. Слушай, ну ты разве этого не понимаешь? Приходят к тебе и говорят, на тебе ружье. Ура, у нас есть ружье. Сунь ружье в жопу медведю. Бах! Сунули. Медведь поворачивается. Говорим, так а где патроны? А патроны чуть позже. Что не ясно? Что не ясно? Вот у вас будет впервые этот взрослый настоящий выбор между двумя. И вам нужно будет выбирать. Между тем, что говорю я, украинцы пона дусе, и теми, кто будет говорить вам, украина пона дусе. Это будет очень тяжелый выбор. Одни будут предлагать вам жить во имя будущих поколений. И во имя Украины квадратных метров. А я буду говорить о том, что Украина в любых квадратных метрах есть до тех пор, пока жив хотя бы один украинец. И в его сердце есть Украина. Значит, эта Украина будет где и как угодно. И она всегда сможет вернуть и приумножить свои квадратные метры. Я хочу вам сказать одно. Вам будут приходить те, кто будут рассказывать вам о великих голубых далях. Кстати, голубая луна будет 31 августа. Так вот, будут рассказывать вам о великих голубых далях. Светлых будущих, во имя которых необходимо умереть прямо сегодня. А я вам скажу, во имя Родины нужно жить, а не умирать. Вам будут приходить те, кто скажет, что ваши дети будут счастливы в будущем Украине, если вы пострадаете сегодня. А я вам скажу, что страдающие и несчастные родители никогда не воспитают счастливых детей. Поэтому единственный путь – это сделать счастливыми тех, кто остался жить сегодня, здесь и сейчас. Это единственный путь. Когда самолет попадает в турбулентность и выпадают маски, на них написано – сперва маску одень на себя. И только потом на ребенка. Это и есть та философия, которую несу я. И вам нужно будет выбирать между двумя. Очень тяжело будет выбрать. А все остальное, и вот эти все... Продолжение следует...